Добрый день! Из этого видео вы узнаете о способах загрузки резюме в вашу единую базу кандидатов в Персии. У вас есть возможность загружать резюме четырьмя удобными способами. Резюме с файла, резюме по email, резюме с сайта и загрузить архив. А теперь я подробнее расскажу о каждом способе. Загрузка резюме из текстового файла. Этим способом вы можете добавить резюме, которые сохранены на вашем компьютере. Для этого нажимаем кнопку загрузить резюме и указываем путь размещения резюме на вашем компьютере и сохраняем. Резюме распознается системой и создается карточка кандидата. Если есть необходимость, то ее можно отредактировать. И обратите внимание, что при загрузке резюме из текстового файла система автоматически распознает навыки кандидата, которые указаны в резюме. Далее нажимаем кнопку сохранить резюме. Добавление резюме по email. На этой вкладке вы увидите автоматически сгенерированный системой электронный адрес. С помощью вашего текущего почтового сервиса пересылаем письма с резюме на ящик, созданный с помощью персии. Это вы можете сделать вручную или автоматически, настроив пересылку в вашем почтовом сервисе. Система персия получит письмо и автоматически распознает файл с резюме. Сейчас я покажу, как это делается. После того, как резюме будет добавлено в систему, вы увидите уведомление во вкладке кандидаты. Еще один способ добавления резюме в базу с жоп-сайтов в один клик. Вам необходимо выбрать вкладку резюме с сайта. Система вам предложит установить в браузер расширение персия HR-экссеншен. Система сама распознает, в каком браузере вы работаете и предлагает перейти по ссылке. Устанавливайте расширение и у вас появляется значок персии в вашем браузере. Это означает, что вы сделали все правильно и установили расширение. Расширение работает со следующими сайтами LinkedIn, Work.ua, Работа.ua, Работа.ua, Headhunter и Superjob. После того, как расширение установлено, на всех этих сайтах появляется кнопка «Сохранить в персию». Чтобы добавить резюме кандидата в вашу единую базу, вам достаточно кликнуть на нее и система подтянет всю информацию о соискателе. Появляется волшебная кнопка «Сохранить в персии». Нажимаем. Кандидат был добавлен в систему. Открываем профиль кандидата, проверяем, чтобы все было указано верно и продолжаем работать с этим кандидатом. Точно так же можно работать и в LinkedIn. Кнопки не было. После установления расширения кнопка появляется. И теперь можно сохранить этого кандидата в персию. А также вы можете сохранить резюме с внешних сайтов другим способом. Просто скопировав текст и вставить его в специальное окно. Мы копируем текст резюме и вставляем в окно. Нажимаем кнопку «Загрузить резюме». И если в вашей базе уже есть информация о кандидате, которого вы добавляете, то система сообщит об этом и предложит обновить информацию о кандидате или сохранить как новое резюме. Четвертый способ – это возможность добавления сразу нескольких резюме кандидатов. Для этого у вас на компьютере за ранее должен быть создан zip-архив с файлами и нажимаем кнопку «Сохранить», «Загрузить архив», указываем путь размещения архива и нажимаем «Загрузить файл». Система сама распакует и распознает все файлы в архиве. Сегодня вы узнали о том, как легко и удобно создавать единую базу кандидатов Персии. В следующем видео мы расскажем вам, как создавать вакансии и размещать их на джобс-сайтах в несколько кликов. Если у вас возникли вопросы или предложения, свяжитесь с нами. Всегда будем рады помочь. Продолжение следует...